Ну вот, на тот вопрос, который задали президенту по поводу экзамена, ЕГЭ или устный экзамен, президент сказал, что ему комфортнее сдавать устный экзамен. Я тоже в свое время сдавал устные экзамены, в мое время не было ЕГЭ, и это действительно более комфортная сдача, потому что всегда с преподавателем можно обсудить разные вопросы, разные аспекты и показать свои хорошие знания, и тем самым доказать в состязательном процессе, что ты хорошо подготовлен в целом по предмету, даже если где-то, может быть, чуть-чуть какие-то цифры или события или даты ты прямо сейчас не можешь вспомнить, но в целом ты хорошо знаешь предмет, ты эрудирован, ты достоин получить хорошую оценку. Это важно, потому что все-таки для любого студента, абитуриента, школьника важно все-таки иметь хорошие знания, а не точное цитирование какой-то цифры или какого-то стиха. Поэтому здесь, когда Владимир Вольфович говорит о том, что мы сторонники полностью отменить экзамен, вступительные в ВУЗы, это, конечно, абсолютно верно, потому что если большинство наших граждан смогут учиться и в процессе доказать свою пригодность получить хорошее образование, то, конечно, им надо давать такой шанс. Нужно немножко реформировать систему образования таким образом, чтобы шанс был у каждого, а не только у блатных, которые могут себе позволить либо заплатить огромные деньги за поступление в ВУЗ, либо заплатить огромные деньги за то, чтобы им сфальсифицировали какие-то проходные баллы и так далее. То есть всю эту коррупцию надо убрать и дать возможность просто всем попробовать себя первый год поучиться и посмотреть, способны ли они к образованию. Тем самым просто у нас в стране будет более образованное общество, и будут учиться именно те, кто реально способен, а не те, кто заплатил больше денег. Это важно в целом для экономики, в целом для общего уровня образования в стране. И более того, что ЛДПР уже реализует эту программу, у нас есть собственный ВУЗ, Институт мировых цивилизаций, кто находится в Москве, в самом центре города. И там мы тоже предоставляем бесплатное общежитие, мы предоставим бесплатное обучение в нашем институте, даем возможность работать в Государственной Думе, в структурах партии, в любом субъекте Российской Федерации. Есть даже дистанционная форма образования. То есть мы, ЛДПР, эту программу свободного бесплатного образования для всех, мы ее уже реализуем.